С чего начать развитие в сетевом маркетинге? Через какие этапы необходимо пройти каждому новичку для того, чтобы рекрутинг был действительно эффективным, чтобы начать закрывать квалификации и выйти на доходы? Это видео я записываю как для партнеров нашей команды, но также это видео будет очень полезно абсолютно любому предпринимателю сетевого бизнеса, у которого нет результатов MLM. Здесь я буду приводить конкретные факты, аргументировать и объяснять, почему и в каком порядке нужно проходить обучение, какие этапы нужно внедрять, без которых вся твоя работа будет, ну, в принципе, сделана впустую, и делая некоторые ошибки, результаты можно ждать очень и очень долго. Что нужно делать, как нужно делать и в каком порядке, чтобы начать зарабатывать? Конкретно в нашей команде обучение разделено на два таких огромных отдельных блока. Первый блок – это начальный уровень, он разделяется на курс «Быстрый старт», это продажа продукции плюс частичный рекрутинг. И вспомогательный курс, который мы также параллельно внедряем с курсом «Быстрый старт», это конкретно привлечение партнеров, но это без личного бренда, очень такие лайтовые, легко дублицируемые способы. Наверняка ты сейчас думаешь, ой, продажа продукции, нет, это не для меня, я пришел рекрутировать. Именно это видео посвящено вопросу, а можно ли работать без продажи вообще, зачем в принципе нужны продажи, что они дают и что будет, друзья мои, самое главное, что будет, если не внедрять вот этот курс «Быстрый старт», если его перепрыгнуть и сразу перейти на второй лидерский уровень, это третий этап обучения в нашем проекте, это качественный рекрутинг. Качественный рекрутинг, он действительно дает очень высокие доходы и реально по факту пассивный доход от 30 тысяч рублей и выше в месяц, естественно. Потолка никакого нет, на лидерском уровне наши партнеры получают такие знания, благодаря которым мы не просто учимся правильно общаться, правильно рекрутировать, чтобы человек, пообщавшись с вами, реально захотел к вам в команду, но также самое главное, мы обучаем создавать входящие заявки. Именно таких людей, которые осознанно приходят конкретно в твою команду, которые знают, что это сетевой маркетинг, понимают, в какую компанию они идут, это уже взвешенное решение, и человек приходит и сразу готов сделать активацию, он понимает, зачем ему нужна активация, что это такое, и готов реально действовать. Горячие люди, досмотри это видео очень внимательно до самого конца. Именно здесь будут разобраны реально по факту те грабли, которые я вижу на очень-очень большом количестве страниц, те ошибки, которые допускают люди, которые не растут. Мы, лидеры, которые уже вышли на доход, которые прошли через эти грабли, ребят, наша задача, чтобы вы на них не наступали. Что нужно сделать, чтобы этот результат реально у вас пошел? Вот в этом видео все будет рассказано. Иногда такое бывает, что некоторые наши партнеры не хотят заниматься продажами, говорят, что нам продажа неинтересна, мы хотим рекрутировать, и пытаются перепрыгнуть первые два этапа, сразу попасть на третий этап. Давайте сделаем то же самое, немножечко забежим вперед и разберем вот этот третий этап. Что же необходимо для того, чтобы привлекать качественных партнеров? Первый основополагающий момент – это кейсы. Что такое кейсы? Кейсы, то есть это какая-то доказательная база того, что вы говорите правду, того, что вы понимаете, о чем вы говорите. Другими словами, кейс – это какой-то результат. Это может быть чек, какой-то скрин вашего дохода, вашей структуры, показать людям, что ваши действия, они реально приносят результат. Вот посмотри, у меня какое-то количество уже есть клиентов, партнеров за какое-то конкретное время. Или смотри, я уже в первый месяц или два месяца я заработал 3 тысячи, 5 тысяч, 7 или 10, если ты активно включился в работу. Может быть, ты 15 тысяч заработал уже в первый месяц. А показать, может быть, какой ты создал товарооборот за какое-то конкретное время. Если на твоих страничках в соцсетях есть какие-то кейсы, то люди относятся к тебе с доверием. То есть они понимают, что если у тебя получилось создать какой-то результат, пускай не сильно большой, но он у тебя есть. То есть не результат твоей команды, не результаты твоего наставника, твоих лидеров, а твой, пусть не сильно большой, но именно твой доход, именно твоя структура, именно твой товарооборот, именно твои скрины. Люди понимают, что раз получилось у тебя, значит, получится и у меня. Значит, я могу тебе доверять, я могу за тобой идти. Чаще всего, что мы наблюдаем на страничках? Это неправильно, когда новичок пишет на своих страничках, научу зарабатывать. 90, наверное, процентов предпринимателей сетевого бизнеса сегодня пишут на своих страничках, научу зарабатывать. Да, вторая фраза, доведу до результата. Честно скажу, меня просто вообще умиление вызывает, когда я вижу вот такие вот фразочки. Когда они пишут какую-то полезность без стори-теллинга. То есть ты учишь, как нужно что-то сделать, даешь какую-то полезность, но ты ни слова не пишешь о себе, о себе. Либо, то есть ты не приплетаешь какую-то историю. Ну, например, там, даешь какую-то полезность и говоришь, вот буквально только вчера, например, я там разбирал страницы своих партнеров, и у них вот эта вот ошибка, и поэтому у них нет результата. Или я на протяжении там полгода я делал эту ошибку, но в какой-то момент я осознал, я понял, почему у меня нет результата, я начал действовать по-другому, конкретно вот так, как я сейчас тебе даю информацию, да, и у меня пошел результат. То есть вот, что такое стори-теллинг. Когда ты даешь просто тупо сухой контент, нужно делать так. А почему так нужно делать? А ты про себя-то расскажи, а ты-то сам-то как к этому пришел? То есть когда ты ни про себя, ни про команду, ни про кого не рассказываешь, просто даешь сухой контент. Вот это называется полезность без стори-теллинга. Очень много таких постов вижу, да. Также такая излюбленная фраза «выведу на доход». Вот, знаете, просто смешно наблюдать такие странички, когда вот написано «научу зарабатывать», «выведу на доход», «доведу до результата». Но при всем при этом, если копнуть немножко поглубже, почитать посты человека и задать ему вопрос, а ты сам-то давно в проекте, а оказывается, что человек неделю назад пришел, ни рубля, ни копейки не заработал, но пишет на своей странице, что он научит зарабатывать, доведет до результата и так далее. Начинаешь с этим человеком общаться, а он даже основной сути вовлечения не понимает, либо он понимает, но только в теории, только в теории, на практике у него ни входящих заявок нету, ни команды нету, но ничего нету, кроме вот этих вот надписей и, возможно, красивых фотографий. Вот эти странички, да, вот с этими вот надписями, они сегодня не работают. Вы можете писаться, хоть описаться, до какого результата вы доведете, чему вы там научите, но у вас никогда не будет входящих заявок, если не будет доказательств, ребят, доказательств, что то, о чем вы говорите, что это правда. Вот это и есть кейсы. Цель показать, что ты не теоретик, что ты практик, что ты понимаешь, о чем ты говоришь, потому что ты дошел до результата. Вот посмотри мой доход, вот посмотри у меня в первый месяц такой-то товарооборот я сделал, потому что я применил конкретно вот эти методики, о которых я тебе сейчас рассказываю. То есть ты можешь это показать, доказать, ты уже достиг результата за какой-то там короткий срок или может быть не очень короткий срок, но ты опять же об этом можешь написать, почему у тебя не получилось, это сделал за короткий срок, ты там какие-то шишки набивал, не слушал наставника, и ты пишешь об этом как раз пост, или ты видео записываешь, что ребят, надо слушать своего наставника. Вот я не слушал, поэтому 4 месяца сидел без результата, но на 5-й месяц я внедрил правильные техники, о которых я тебе сейчас расскажу, и у меня пошел результат. Как думаешь, после этого будут к тебе относиться с доверием? Конечно, будут, потому что ты пишешь через сторителлинг, что у тебя не получалось, но ты применил какие-то техники, и у тебя пошел результат, вот посмотри, вот мой результат, поэтому мне можно доверять. Самое главное правило, это вызвать доверие, это наша самая основная сегодня задача, когда мы начинаем рекрутировать. Итак, второй момент, который обязательно необходим для того, чтобы привлекать качественных партнеров, это демонстрация экспертности, то есть мы должны давать какую-то полезность. Если ты хочешь, чтобы к тебе сильные, адекватные, качественные партнеры приходили, ты должен показать себя как наставника, что люди сегодня не просто в компанию приходят, адекватные люди, они выбирают себе наставника. Чтобы люди выбирали тебя, тебе нужно показать, что ты действительно понимаешь, о чем ты говоришь, что ты знаешь, что ты можешь научить. Для этого мы и пишем периодически какие-то полезные посты. Но, друзья мои, если вы возьмете какие-то просто чужие посты, это вот ошибка тоже большинства людей, которые, не пройдя какой-то путь, не получив элементарного опыта, начинают просто переписывать чужие посты и выдавать их от себя. Это не работает. Почему? Потому что, как я уже говорила, необходимо обязательно приплетать какой-то сторителлинг. Об этом я уже вам сказала. Вопрос только, где набраться вот этой вот экспертности, да? Я же не эксперт, я же новичок, я только пришел. Где ты все это возьмешь? Ну, можно взять какую-то теорию, там, я не знаю, у каких-то лидеров мнений, да, подсмотреть. Но когда ты это будешь давать все от себя, не пройдя и не понимая, что это такое, люди не будут тебе верить. Люди за тобой просто не пойдут. Я огромное количество таких страничек уже видела с переписанными постами и ни у кого нет никаких результатов. После этого люди начинают утверждать, что личный бренд не работает. А не работает он только потому, что человек свой опыт не получил и дает просто тупо сухой контент. Ну и третий момент, да, как привлекать качественных партнеров, естественно, нужно время. Даже при условии, что ты все делаешь абсолютно правильно, личный бренд раскачивается примерно 2-3 месяца. Ты должен понимать и принять как факт, что 2-3 месяца к тебе народ просто, ну, толпой бежать не будет. Это однозначно, потому что тебе нужно раскрутиться. Элементарно, социальные сети, да, у них тоже есть определенные алгоритмы раскрутки. Плюс есть такой фактор, как наблюдение, да, очень часто бывает, что ты только начал развиваться, на твою страничку, допустим, инстаграм возьмем, много людей подписываются, ты даешь интересный контент, ты вызываешь доверие, все делаешь правильно, но первое время люди не идут, потому что они просто за тобой наблюдают. Они как бы, ну, хотят тебя раскусить, а бросишь ты или ты не бросишь, или ты будешь что-то продолжать, а что будет дальше, да. То есть они сидят в своей компании, например, у них нет результата, но они за тобой наблюдают, а как же будешь развиваться ты. И когда ты выкладываешь какие-то свои первые результаты, а там человек продолжает сидеть без результатов, плюс ты делишься каким-то своим опытом, какими-то своими наработками, какими-то сложностями, с которыми ты сталкиваешься по ходу деятельности, да, делишься ими, как ты их преодолел, как ты их решил, людям не просто становится интересно, они действительно начинают хотеть в твою команду. Но на это нужно время. Рекрутинг быстро не работает. У нас есть в команде методы рекрутинга, которые работают уже с первого месяца, они есть, но это не совсем личный бренд, да, это благодаря определенным воронкам, это все вам будет дано на третьем этапе, да, кто до туда дойдет. То есть воронки уже готовые какие-то некоторые скрипты, которые тоже дают результат, даже без личного бренда. Вот. Но мы все-таки на перспективу хотим развить личный бренд, потому что это пассивный доход. Это как зачетная книжка в институте, сначала ты работаешь на нее, а потом она работает на тебя, даже когда ты уехал отдыхать, заболел там, я не знаю, просто по каким-то причинам, там, если у тебя переезд, например, и ты не работаешь, личный бренд продолжает работать на тебя, и к тебе продолжают идти входящие заявки в твою команду. Просто нужно делать правильные действия и дать немножко время раскрутиться своим соцсетям. Когда мы говорим про качественный рекрутинг, когда мы просто с нуля начинаем развивать личный бренд, у нас встают вопросы абсолютно логичные и закономерные. Как сформировать кейсы, если я только что пришел, если я еще ничего не знаю и не умею, где получить экспертность, если я не являюсь экспертом, если у меня нет опыта, как привлечь первых партнеров, если личный бренд еще не заработал, да, результат-то нужен, каким-то образом результат-то сформировать нужно. Элементарно даже для того, чтобы вот эти наблюдатели, которые сидят на ваших страничках, да, вы им интересно, все замечательно, но чтобы этих наблюдателей, сформировать в них желание все-таки сделать шаг и уже прийти в вашу команду, а не сидеть в роли наблюдателя, им нужны кейсы, да, стоит показать какие-то доходы, какие-то кейсы, что ты не просто даешь полезность, а у тебя пошел результат, как сразу все эти наблюдатели начинают приходить в твою команду постепенно. Вот. Где брать деньги на личный товарооборот? Как заработать в первые 2-3 месяца, да, как заработать эти деньги здесь и сейчас? Все эти вопросы возникают, и это не просто вопрос, это самая настоящая проблема и сложность, которую очень непросто преодолеть, если ты сразу же с нуля начинаешь развивать личный бренд. Раньше, еще буквально года 2, может быть, 3 назад, очень хорошо личный бренд работал абсолютно без каких-то результатов, кейсов, стоило написать несколько интересных постов, как к тебе люди начинали приходить в команду. Сегодня слишком много одинаковых страниц, сегодня слишком много информационных цыган, которые просто на своих страничках тупо переписывают чужие посты, да, и поэтому сегодня это не работает, сегодня нужно усиливать доказательную базу, да, то есть показывать кейсы, показывать результаты. Ты действительно демонстрируешь свой опыт, а значит, за тобой не страшно пойти в команду, потому что ты реально сможешь чему-то научить. Ты действительно создал результат, и ты действительно сможешь до этого результата довести другого человека, что это не просто пустые слова. Как же тогда ко всему этому прийти? Друзья мои, только через продажи продукции. На сегодняшний момент просто никак иначе, никак по-другому. Наверняка сейчас по-прежнему кто-то думает, нет, тем не менее я не хочу продавать. Давайте разберем просто преимущества продаж, да, почему выгодно начинать именно с них, при том, что продажи, я имею в виду, это не значит, что ходить с сумками, друзья мои, кому-то что-то втюхивать, да, с каталогами ходить. Ну, купи мой шампунь, ну, посмотри, какой стиральный порошок классный, он тебе точно нужен. Ребят, мы не продаем такими методами. Мы на нашем обучении учим создавать такие условия, просто создавать условия, при которых люди захотят покупать у вас сами. То есть мы учим провоцировать у людей желание купить, не продавать, а провоцировать желание у людей купить, чтобы они сами захотели у вас купить. Просто самое главное выполнять то, что дается в обучении. Что нам это дает, да, вообще в принципе, что нам дают продажи? Это деньги быстро. Благодаря продажам, благодаря применениям тех методик, которые есть на нашем обучении, можно закрыть уже первый месяц, две, а то и три квалификации. Практика показывает, реально, что у нас многие ребята закрывают минимум две квалификации, а это не что иное, как очень хороший качественный кейс. Когда ты начинаешь параллельно, может быть, вести личный бренд, ты можешь продемонстрировать свой результат, да, что ты в первый месяц в проекте, в компании уже заработал первые деньги. У тебя есть товарооборот немаленький. Ты закрыл две или три квалификации, да, сразу же в первый месяц. С нуля, если ты даже раньше сетевым маркетингом не занимался, то есть у тебя получилось, значит, получится и у твоих партнеров. Конечно же, это дает мотивацию, потому что, я знаю по себе, ничто не мотивирует лучше и сильнее, чем какой-то результат, да. Стоит буквально сделать первую продажу, как просто ощущение, что за спиной вырастают крылья, и хочется действовать дальше, становится интересно. Это реально становится интересно. Потому что, занимаясь рекрутингом, пока ты не получишь некоторый опыт, да, результат быстро не идет. В продажах результат может быть быстрым. Соответственно, это очень сильно мотивирует. Один из самых важных моментов. Занимаясь продажами, ты получаешь навыки, знания и опыт продаж. Вообще, в сетевом маркетинге, да, чтобы просто правильное понимание было, все базируется на продажах. Продажа, я имею в виду не продукция, а просто даже, когда ты разговариваешь, то есть выстраиваешь диалог, выстраиваешь правильную коммуникацию со своим потенциальным партнером, либо клиентом, любой даже диалог строится на принципах продаж, то есть выявление потребностей, то есть подстраиваешься под своего клиента, ты учишься общаться с людьми. И вот эти вот основные принципы, алгоритмы продаж, психология вовлечения, триггеры продаж, которые мы очень активно используем вот на нашем обучении, да, по продажам. Триггеры продаж, нужно понимать, что это такое, нужно уметь их правильно использовать. И если ты научишься, да, научишься применять эти техники при продаже продукции, эти же техники ты потом сможешь применять, выстраивая личный бренд. Техники все те же самые, абсолютно те же самые. Но у тебя появятся уже навыки, ты начнешь чувствовать людей, ты начнешь понимать, почему нужно делать так, а не по-другому. Соответственно, значит, ты получаешь уже результат. Результат, я имею в виду, не просто деньги, а результат в виде знаний. Это и является экспертностью, о которой мы и говорили ранее, да, как стать экспертом, где эту экспертность получить, если я новичок. Вот как раз на продажах эту экспертность и можно получить, освоив некоторые техники, которые ты будешь применять далее, и далее ты сможешь делиться этой полезностью в своих соцсетях через свой же стори-теллинг, рассказать какую-то историю, как ты там кому-то что-то продавал, как что-то у тебя вначале не получалось, но ты потом применил техники, разобрал там со своим наставником или второй раз прошел обучение и понял, что нужно, оказывается, обучение проходить качественно, да, что не по диагонали, вот я в первый раз вот сделал неправильно, а потом я сделал правильно и у меня пошли продажи. Именно поэтому я сегодня понимаю, насколько важно, например, какие-то там алгоритмы применять, насколько важно применять триггеры продаж, да, что без триггеров продаж сегодня продать бизнес, идею, вовлечь куда-то человека невозможно. Но чтобы это понять, друзья мои, это нужно сначала применить и получить результат, применить в продажах и получить результат на продажах. Надеюсь, понятно, чем я говорю. Ну и, конечно же, четвертый момент, это благодаря обучению по продажам мы можем получить также и первых партнеров, потому что мы не только продаем продукцию, мы еще и вовлекаем. Иногда с продаж приходят и партнеры в команду тоже. Вы получаете первых клиентов, вы получаете товарооборот. То есть, опять же, это кейс. Не только квалификации закрываете, деньги зарабатываете. У вас еще и в личном кабинете видно ваших клиентов, видно ваш товарооборот, который вы также можете продемонстрировать как доказательство того, что система, которую вы кому-то предлагаете, когда рекрутируете человека, что эта система действительно работает, потому что ты через нее прошел и ты получил результат. Вот, посмотри, какой у меня результат, ты можешь сделать еще больший результат. Если ты освоишь эти навыки продаж, у тебя никогда не будет проблем с личным товарооборотом. Ну и, конечно же, это простейшая дубликация в твоей же будущей команде. Продажи дублицируются очень легко, потому что в большей степени используются простейшие алгоритмы, которые даны, просто их нужно применять. Простая дубликация в команде – это залог твоего роста. Вот, допустим, ты не занимаешься продажами, ты взял продукцию себе на 100 баллов. В твоей первой линии появилось 5 человек, да, двое из них еще по одному человеку привели, и один из них привел двоих. То есть у тебя такая структура получается из 10 человек. Давай посмотрим расчет. Твой товарооборот составит 1000 баллов. По нашему маркетинг-плану это третья квалификация, ты сыгрываешь 12%. Применяя расчет дохода, здесь я расписывать не буду, ты получаешь со структуры доход примерно 4670 рублей. Притом этот доход будет не в первый месяц, потому что в первый месяц с нуля, не умея рекрутировать, не имея навыков коммуникации с людьми, навыков продаж, не набив каких-то шишек, привести 5 человек в команду, да, чтобы эти люди тоже сразу же еще привели своих партнеров, да, 10 человек, на рекрутинге создать довольно-таки непросто, если мы говорим про работу именно через интернет и именно с холодными контактами, да, я не беру во внимание, если у тебя там знакомые за тобой идут, или команда какая-то опять же из другой компании за тобой перешла. Давай теперь для сравнения посмотрим, что будет, если ты в первый месяц начал заниматься продажами. Прошел наше обучение и благодаря продажам ты в первый месяц закрыл сразу же две квалификации только на продаже. У нас есть достаточно много примеров в команде, когда люди действительно закрывают в первый месяц по две квалификации, то есть это, применив все техники, которые даются, это несложно. И возьмем в расчет такое же количество партнеров по такой же схеме, которые точно так же повторили тебя, и тоже каждый из них сделал продажи на кто-то меньше, кто-то больше. Давай посмотрим разницу. В этом случае товарооборот составляет уже не тысячу баллов, а пять с половиной тысяч баллов. Это уже пятая квалификация, то есть 25%, при том же количестве людей. Какой доход тебя больше привлекает, 4600 или все-таки 19 тысяч рублей? Ты чисто со своих продаж получаешь 7400 рублей, да, только с твоих продаж. И уже в самый-самый первый месяц, даже если под тобой нет ни одного человека в твоей команде, это очень хороший кейс, который ты можешь показать. Я думаю, 7400 сегодня для многих людей это не маленькие деньги. При этом ты полностью окупаешь свой первый заказ, плюс у тебя еще остаются деньги в запасе, которые ты можешь вывести. Если правильно написать пост, записать правильное видео, это показать, то у тебя появится очень огромное количество наблюдателей, да, тех людей, которые сидят со своими вырезанными просто идеальными страничками, где написано «научу зарабатывать», но при этом люди не зарабатывают вообще ничего. Вот эти люди, они будут за вами уже наблюдать, сидеть и смотреть, как вы развиваетесь дальше, потому что вы показали, вы показали свой результат, что он у вас реально есть, что вы не пустословы, да, что вы не инфо-цыгане, переписываете просто тупо чужой контент, а что у вас действительно есть деньги, и вы знаете, как их заработать. Итак, друзья, я надеюсь, мне удалось донести вот это вот понимание и важность вот этого первого этапа «Быстрый старт». Без приобретения первых навыков, без получения кейсов и доказательств того, что ты действительно знаешь, о чем говоришь, что ты действительно можешь научить и можешь довести до результата, если ты об этом пишешь, потому что ты сам этот результат уже создал. Вот, чтобы твоя страничка была похожа на правду, нужно сначала создать первый какой-то результат и получить первые навыки, которые станут потом фундаментом построения твоего личного бренда и рекрутинга. Итак, первый этап обучения – это продуктовый чат, и второй этап обучения – это инстамагазин плюс одноклассники и, возможно, еще другие соцсети. Почему мы начинаем именно с продуктовых чатов? Опять же, иногда бывает, что сталкиваемся с такой ситуацией, когда некоторые ребята пишут, я не хочу создавать продуктовый чат, потому что продуктовый чат мы начинаем с теплого круга. Многие люди не хотят трогать свой теплый круг, якобы я уже поменяла много компаний, знакомые за мной не пойдут, им неинтересно, я уже всех задолбала. Друзья мои, смотрите, говоря про теплый круг, во-первых, мы не предлагаем этим людям бизнес. Мы очень этичным способом отправляем просто голосовое сообщение и даем ссылочку на чат. Голосовое сообщение, если записать правильно, друзья мои, не вот я создала продуктовый чат, заходи ко мне в мой продуктовый чат, буду с тобой делиться там продукцией, сможешь что-то купить. Конечно, в такой форме к тебе никто не зайдет, еще и на тобой посмеется. Если отправить, акцентирую внимание, правильное, друзья мои, если отправить правильное голосовое сообщение, то даже если это сообщение вы уже в десятый раз отправляете, в какие только компании вы человека не звали, человек ради любопытства, да, если еще раз повторяюсь, правильное голосовое сообщение записать, у человека будет интерес и тупо любопытство. Так, ну пойду посмотрю, куда же ты влез на этот раз, да, что у тебя здесь на этот раз. Если ты интересное голосовое сообщение запишешь, человек обязательно зайдет в чат. Может быть, он потом из него выйдет, но он в него зайдет, чтобы посмотреть, куда же ты на этот раз влез, да, может быть, все-таки там что-то интересненькое-то и есть. Поэтому не нужно принимать решение за свой теплый круг, что им это будет неинтересно. У нас, я обязательно досмотрю видео до конца, в конце будет буквально несколько видюшечек ребят, которые тоже столкнулись с этой сложностью, ее преодолели, все-таки пригласили своих знакомых и реально по факту получили результат. Поэтому обязательно это посмотри. Очень часто сталкиваемся с такой ситуацией, когда люди все-таки приглашают знакомых, думают, что сейчас никто не зайдет, а знакомые мало того, что заходят, они вовлекаются, заинтересовываются и делают большое количество покупок потом. Потому что если мы говорим про компанию Siberian Wellness, это не просто компания и это не просто продукт. Это действительно очень классный, очень качественный продукт, который вызывает интерес у людей. И когда люди получают результат от этой продукции, а результат они получают однозначно, однозначно его получают, они потом возвращаются за этой продукцией снова и снова. Поэтому если ты не хочешь работать со своими знакомыми, ты лишаешь себя, просто лишаешь и себя, и своих знакомых, лишаешь качественного продукта, но почему-то это твое решение, да, ты принял решение за другого человека. Ты лишаешь себя высоких доходов уже в первый месяц, потому что инстамагазин, он не раскручивается быстро, ему нужно примерно три недели-месяц для того, чтобы раскрутиться. Быстрые деньги в первый месяц можно заработать только благодаря продуктовым чатам и только благодаря теплому кругу в частности, да, в первую очередь. Опять же, это мотивация, потому что, как я уже говорила, очень сильно мотивирует и тебя, и твоих потом будущих партнеров. Знаю это по себе, когда какой-то результат получаешь, когда добавляешь людей, кажется, что никто не зайдет, никому это не интересно, а человек потом у тебя там на пять тысяч рублей продукции покупает, у некоторых людей просто челюсть вниз едет, а как же так, а как же, а-а-а, вот. Вот такая примерно реакция случается у людей, да, когда они сначала решали за своих знакомых, а потом выяснилось, что это достаточно интересно оказалось. Вот, то есть, мотивация, опять же, кейс, да, снова возвращаемся к кейсам, это твоя возможность заработать именно в первый месяц. Это навыки, знания и опыт продаж, да, психология вовлечения, триггеры продаж, которые мы изучаем на данном этапе, их нужно в обязательном порядке применять. Навыки и знания, откуда берутся, да, ты сейчас можешь подумать, да, а какие там навыки-то знания, да, я просто беру продукцию с сайта, копирую и вставляю, копирую и вставляю. Вот если ты будешь просто продукцию копировать и вставлять, у тебя люди покупать не будут. Здесь нужно именно применять триггеры продаж, о которых пойдет речь. И что такое навыки и знания, да, еще раз возвращаясь к этому. То есть, когда у тебя сначала что-то не получается, ты начинаешь дергать своего наставника, «Слушай, я вроде бы все правильно делаю, но у меня никто ничего не покупает». Наставник, да, или лидер, который ведет обучение там по продуктовым чатам, он заходит в этот, в твой чат, он заходит и говорит, «Слушай, так а ты, ты вот эту технику применяешь? Нет, не применяю. А вот это вот ты применяешь? Не применяю. А почему у тебя отзывов нет? А почему у тебя этого нет?» Так, и тебе приходит понимание, что я это не сделал, это не сделал и это не сделал. Ты начинаешь это все дорабатывать, ты устраняешь эти ошибки и у тебя после этого начинаются продажи. То есть, ты преодолел какие-то сложности, ты что-то делал неправильно и ты понял, ты понял, почему продажи не работали и что нужно для того, чтобы у тебя начали покупать. То есть, у тебя приходит осознание и понимание, да, благодаря чему ты и деньги зарабатываешь и опять же возвращаясь к тому, что это потом будет фундаментом, вот эти знания, вот эти преодоления, это будет потом фундаментом построения личного бренда. Ты сможешь поделиться вот этой историей, как у тебя не получалось и потом получилось. И на это, поверь мне, очень хорошо будут идти люди, потому что это твоя личная история, это твои личные ошибки, которые ты преодолел и у тебя начало получаться. Опять же, конечно же, через продуктовые чаты могут прийти первые партнеры, закроется вопрос с личным товарооборотом. Разберем теперь второй этап обучения, это инстамагазин плюс одноклассники. Это работа уже по холодному рынку в первую очередь, поэтому все, что связано с холодным рынком, всегда требует раскачивания. Еще раз повторяюсь, уже говорила, примерно три недели-один месяц, поэтому ты должен понимать, если ты минуешь этап продуктовые чаты и сразу переходишь на инстамагазин, на одноклассники, то за отсутствие быстрого результата, за отсутствие кейсов, за отсутствие навыков продаж, ты берешь ответственность на себя. И если у тебя потом будут проблемы с построением личного бренда, если на тебя потом не будут идти люди, потому что у тебя нет результата, а инстамагазин ты не дождался, ты не захотел целый месяц его развивать, тебе хочется быстрый результат, а быстрого результата ты не получил, ты сам отказался от методов ведения продуктового чата, потому что не захотел работать со своими знакомыми, принял решение за них, что им это неинтересно, хотя очень часто бывает далеко не так. Здесь ответственность лежит только на тебе, выбор всегда за каждым, готов ты работать ради результата или не готов. С первый месяц, как правило, через продуктовый чат идет доход, на второй месяц продуктовые чаты продолжают работать, плюс начинается результат уже с инстамагазина, с одноклассников, и они усиливают друг друга, то есть они работают в тандеме очень хорошо, потому что люди, которых вы будете находить через инстамагазин, холодные люди, будут проваливаться в ваш продуктовый чат, они там будут догреваться, и у вас опять же пойдут продажи, то есть эти два метода, они работают очень хорошо именно в тандеме, потому что они взаимодополняют друг друга, они взаимо усиливают друг друга, и если вы, еще раз повторяюсь, отказываетесь от какого-то из этих методов, то вы должны понимать, что результат у вас будет в разы меньше, соответственно, и кейсы будут в разы меньше, ну и дальнейший результат по личному бренду у вас также будет раскачиваться гораздо-гораздо дольше, потому что результаты будут меньше. Это нужно понимать, и отказываться от каких-то методов очень взвешенно. Давайте подведем теперь итог. Система быстрый старт – это быстрые деньги уже в первый, там, максимум второй месяц, если все делаете правильно, вы обязательно заработаете первые деньги и закройте, ну, от одной до двух, даже, возможно, три квалификации только благодаря продажам. И качественный рекрутинг возможен только через опыт и через кейсы, иначе вы сольетесь просто с серой массой, которые только обещают, да, которые только обещают куда-то что-то довести, обещают там, что ты заработаешь, но по факту никто сам не зарабатывает, ни команды нету, ничего нету. Нормальные, адекватные люди на сегодняшний момент, они это понимают, и они себе выбирают наставника, выбирают. Поэтому ты должен стать на своих страничках, показать себя таким наставником, чтобы люди выбрали тебя среди вот этой серой массы людей. Ты должен выделяться среди них всех, а выделяться можно только через демонстрацию кейсов, которые вначале необходимо создать, а также делиться полезностью через свою историю, через свой личный опыт, через опыт работы в своей, в твоей команде. Иначе ты будешь просто инфо-цыганином, который тупо повторяет какие-то чужие посты, переписывает их немножко, видоизменив слова. Сегодня все это уже понимают, и люди выбирают, еще раз повторяюсь, за кем пойти. Поэтому в твоих руках стать именно тем, за которым будет хотеться идти. Поэтому твоя основная цель не рваться сразу на рекрутинг, а начать именно с продаж и понимать, что даже если тебе на сегодняшний момент продажи не очень нравятся и не очень хочется, это не будет нашим основным методом. Этот метод будет только месяц, два, максимум три, только ради создания результата и получения опыта. Как только у тебя это получится, как только первый результат создашь, все, мы переходим на личный бренд, и дальше ты уже сам решаешь. Если тебе нравится, ты можешь продолжать. Может быть, ты вообще не захочешь заниматься рекрутингом, тебя продажи затянут. У нас очень многие ребята, им нравится это, они занимаются продажами, им рекрутинг не нужен. Да, им, может быть, и высокие доходы не нужны, им достаточно такой доход, да, просто как подработка. Вот. Но если ты хочешь больших результатов, нужно сначала поработать два-три месяца. Не так, что я сегодня работаю, завтра не работаю, послезавтра у меня там выходной, я уехала в деревню копать картошку, морковку, да, и вообще желательно все-таки за месяц, за два создать результат. То есть отработать, отработать на все на 200%, вот на 1000%, вот прям вот все себя вложить, выполнить все задания, которые даются на этом марафоне «Быстрый старт», выполнить все от и до, не разбирая и не решая за людей. Вот это я хочу, а вот это я не хочу. Только тогда ты создашь результат. А, пожалуйста, пойми, если ты создашь хороший результат, это только в твоих руках. Если ты создашь хороший результат, на этот результат, когда ты начнешь развивать личный бренд, на тебя пойдут люди, у тебя команда будет просто строиться. А если сидеть и ковырять уж, извините за выражение, да, в носу сегодня поработал, завтра не поработал, результат не создал, ну, хорошо, ты начнешь развивать личный бренд, но он будет развиваться ни шатка, ни валка, слишком много сегодня теоретиков. Теоретиков сегодня хватает в интернете, нужно становиться практиком. Если у тебя на сегодняшний момент еще остались какие-то мысли по поводу того, что я не очень хочу создавать продуктовый чат, потому что мои знакомые, я их уже куда только не звала, и в какой компании я уже только не была, посмотри вот эти несколько вот этих вот видео прям до самого-самого конца. Всем привет, хотела поделиться, я действительно в шоке, в прошлой компании у меня тоже был клиентский чат, я тоже с ним активно работала, но он не приносил мне продаж, их было очень-очень мало, и что я сейчас вижу, применяя информацию о быстрому старту, по клиентскому чату, я начала грамотно, правильно с ним работать, поприглашала всех знакомых, всю базу, которая была у меня в списке контактов, и я даже не ожидала, те люди, с которыми я даже давно не общалась, от них начали поступать заказы, потому что оказалось, они уже слышали о продукции, они пользовались или знакомые пользовались, то есть я слышу только позитивные отзывы. И с этого момента я еще раз убедилась в том, что никогда не нужно ни за кого принимать решение, потому что это возможность не просто увеличить свою клиентскую базу, это также возможность получить теплых партнеров, вашу команду, лояльных клиентов, потому что очень многие из моего чата клиентского зарегистрировались и теперь на постоянной основе делают для себя заказы, участвуют в своих дополнительных розыгрышах, а это дополнительный товарооборот в нашу команду, поэтому, ребят, приглашайте всех, оповещайте, потому что если не вы, пригласите, пригласит кто-то другой, и он зарегистрируется просто в другой команде. С вами была на связи Юлия Жукова, всем пока-пока. Привет-привет, я Динара Смирецкая, я лидер команды профессии 21 века компании Siberian Wellness. В компанию я пришла в середине июня и уже за две недели заработала свои первые 11 600 рублей. Каким образом? Я прошла первую часть обучения марафона «Быстрый старт» и благодаря продажам заработала практически 8 000 рублей и порядка 4 000 на рекрутинге. И благодаря этому результату, грамотно его транслируя в соцсетях и пройдя уже второй этап марафона, я привлекла к себе настоящий входящий поток. У меня пошли регистрации и благодаря этому уже за июль я закрыла 5 ступенек по маркетингу компании и стала лидером команды с квалификацией ВТ 5000, заработав свои первые в истории 21 200 рублей. Это моя самая максимальная зарплата в сетевой индустрии и сейчас она растет, потому что уже в августе, проходя 3 и 4 этапы, продвигая свой YouTube канал, настраивая грамотно воронку, я уже выстраиваю полноценный входящий поток. Я не работаю спамом и учу этому свою команду. Благодаря марафону «Быстрый старт» вы делаете свои первые главные результаты, а затем транслируя их грамотно в соцсетях, выстраиваете себе входящий поток, полностью забывая о спам-методах. Итак, сидя на даче с двумя детьми, у меня получилось и получится у тебя благодаря нашему обучению. Привет! Меня в команду «Профессия 21 века» я пришла почти 3 месяца назад. И пришла я на бизнес, на построение команды. Когда узнала про марафон «Быстрый старт» и про то, что там нужно создавать клиентский чат, я сомневалась, я честно скажу, потому что у меня просто мой список знакомых – это испорченный список. Я людям уже не один раз что-то предлагала, и я подумала, ну, скорее всего, они откажутся, они захотят и так далее. Однако тогда уже я распробовала продукт, он мне очень понравился, я поняла, что он действительно востребованный. И плюс еще было у меня несколько знакомых таких, которые за собой следят, которые и за питанием следят. Я подумала, ну, может быть, хоть им будет интересно. Я создала свой клиентский чат, вот закрыла, как говорится, в голове все свои возражения, просто пригласила всех подряд. Я была удивлена, люди реально вступили, и у меня продажи пошли с клиентского чата. Вот я не ожидала, я думала, наверное, 2-3 человека зайдет. Нет, и я вам скажу больше, что с клиентского чата пошли партнеры, и до сих пор они у меня приходят. И уже, когда сделав первый свой маломальский результат такими простыми инструментами, ну, проще некуда на самом деле, уже намного легче работать именно в интернете, именно в Инстаграме или на Ютубе. Потому что, когда есть какой-то результат за плечами, ты уже выглядишь экспертом, практиком, а не просто каким-то там теоретиком. Вот, поэтому я честно рекомендую всем. На сегодняшний день у меня уже закрыта 4-я квалификация Business Team 2500. Я уже приближаюсь к 5-й квалификации Business Team 5000. Поэтому я настоятельно рекомендую начинать именно с клиентского чата. Друзья мои, я надеюсь, что вы досмотрели это видео до самого конца и сделаете правильные выводы. В сетевом маркетинге растут и достигают результата только те люди, которые изучают и внедряют всю информацию поэтапно, которые прислушиваются к мнению людей, достигших результат не 5, не 10 лет назад, а именно сейчас. Если получается у них, значит получится и у тебя. Я надеюсь, вы сделаете правильные выводы и будете внедрять все методы работы. И самое главное, относитесь к этому бизнесу серьезно. Тогда и результаты у вас тоже будут серьезные.